Я просто благодарю Бога за каждый день. Факт состоит в том, что такой человек как я, с плотской греховной природой, тот который постоянно страдает от боли, кто испытывает проблемы в этом мире, кто расстраивается, кто ощущает обиду, когда люди говорят мне что-то неприятное, или говорят бессердечно, или кто-то разочаровывает меня. Я просто так благодарен этим утром, что какой бы ни была боль, какой бы ни была горечь, которую я могу ощущать внутри, Господь Иисус Христос опустится до самой глубины моей боли и встретится со мною там, и поможет мне с этой болью. Он заберет эту боль, снимет это бремя и даст мне мир. И я просто славил Господа сегодня утром. Обещание, которое Иисус дал в Евангелие Та на 14-й главе, где Он сказал «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше» и да не устрашается. Я просто так благодарен сегодня, что это обещание и все обетования из Писания достигают самых глубинных мест, где возможно кто-то из сидящих в этом зале сегодня находится. И это обетование может чудесным образом приподнять нас и дать нам радость и мир и силу, которую мы не имеем, мы просто этого не имеем. Поэтому я славлю Господа этим утром, за Его благость и Его милость каждому из нас. Вы знаете, сегодня утром я хочу рассмотреть с вами кое-что это называется «Единство любой ценой» или «Единство какой ценой»? Знаете, кажется это было уже пару лет назад, когда Папа Франциск, Кеннет Копленд и человек по имени Тони Палмер говорили о том, что протестантизм в мире уже мертв, так они и сказали. И они заявили, что так как протестантизм мертв, все должны объединиться, нам всем стоит соединиться. И знаете, мы так же слышим тот же самый голос и в адвентизме седьмого дня. Но единство к которому призывают, мы слышим о нем следующее. «Оставайтесь в рядах организованной церкви, иначе вы будете потеряны». Я слышал многих людей, которые говорили это лично мне на протяжении многих лет. В Германии, я был там несколько лет тому назад, во время вопросов из зала, какой-то парень, который не был на утренних богослужениях, этот парень поднял руку и сказал, «Пастор Билл, вы следуете за дьяволом, если не присоединяетесь к деноминации». Но через моего переводчика я сказал, «Ну я очень ценю, что вы заставляете меня чувствовать себя таким желанным здесь». Затем конечно же, друзья, у нас есть противоположная сторона ко всему этому. Есть те, кто пропагандируют, что надо оставаться членом организованной церкви, а если нет, вы от лукавого. И есть еще противоположная сторона, и это звучит следующим образом. «Церковь – это Вавилон, нельзя с ней иметь ничего общего». Вам понятно? То есть у нас есть два противоположных мнения, которые я бы назвал крайностями. И тогда мы надеваем боксерские перчатки и получаем независимые церкви на самообеспечении, противовес конференции и организованной церкви. Люди поднимают руки и говорят, что же мне делать? Но Иисус молился в Евангелии от Иоанна 17 глава это написано в стихе 11, 21 и 22. Иисус молился о том, что бы мы были едины. Не так ли? Да. С ним. С ним, Венс, да. Он говорил, «Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, что бы они были едины, как и мы. Да будут все едины, как Ты, Отче во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едины. Да уверуют мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едины, как мы едины.» Итак, Христос молился о единстве. Он молился о согласии среди Его детей. Это предельно ясно. Но было одно условие в молитве Христа в Евангелии от Иоанна 17 главе. Единство, которое Христос хотел, что бы Его последователи имели, было основано на двух вещах. И мы замечаем это также в Евангелии от Иоанна 17 главе, стихи с 15-го по 17-й. Иисус здесь говорит, «Не молю, что бы Ты взял их из мира, но что бы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освяти их истинною Твоею. Слово Твое есть истина.» Итак, в главе, где Христос говорил о единстве и согласии среди Своих последователей, Он сказал, «Отец, сохрани Моих детей от зла этого мира.» Христос хотел, что бы мы были очищены посредством истины, как она представлена в Его Слове. Итак, друзья, истинное единство, единственное согласие, которое является настоящим и истинным, это единство, присущее сообществу верующих, стремящихся жить в подчинении истине и очищающихся истиной. Это единственное место, где появляется единство. Люди должны подчиняться истине и позволять ей очищать их. В этом состоит единство. И теперь, друзья, если у вас есть кто-то, кто претендует или заявляет, что является христианином, последователем Бога, но они не стремятся позволить Богу очищать их, а кто-то другой делает это, будет ли здесь единство? Нет. Нет, его не может быть, Элис, невозможно, не может этого быть. Оно появляется только тогда, когда Иисус сказал, вот здесь в Иоанна 17-й главе, в главе на тему единства. Оно появляется среди тех, кто стремится сохранить себя от зла этого мира и находится в подчинении Божьему Слову. Только в этом случае появляется истинное единство. И сейчас, несколько лет назад, вообще-то это было в 2010 году, почти 7 лет тому назад, этот господин Тед Вильсон, нынешний президент Генеральной конференции, говорил проповедь. Это было на встречах и проповедь называлась «Помни своё имя». Сейчас, кто угодно, все желающие могут послушать её. Она есть в ютюбе, вы можете открыть и послушать её там. Итак, в этой проповеди Тед Вильсон, президент Генеральной конференции, адвентистов седьмого дня, сказал следующее. Об одной группе, о которой он говорил, он сказал следующее. Независимым группам или служениям, которые оказались несколько отделёнными от связей с официальной церковью, и те, которые принимают десятину в качестве поддержки… Друзья, я буду честен с вами. Когда я услышал это, я подумал, он говорит обо мне, потому что я независимый адвентист седьмого дня, и я нахожусь на самообеспечении, и у меня есть собственное служение. Я сказал, послушаем, что он говорит мне лично. Вот, что он сказал, он говорит, свяжитесь со своей поместной церковью и местной конференцией, и вернитесь к тёплым и надлежащим отношениям, отказавшись принимать десятины, и побуждая членов церкви возвращать их десятины через хранилище местной церкви. Помните своё имя! Друзья, я к этому отнёсся серьёзно. Тед Вильсон не просто прохожий с улицы, в шортах, и знаете, в футболке, он занимает самое высокое положение в организации церкви адвентистов седьмого дня. Поэтому я считаю, что когда он говорит что-то, номер один, я услышал это и я послушал, и номер два, реально со стороны посмотреть на всё это и ответить, могу ли я сделать то, что он сказал, или я не могу сделать то, что он сказал? И если не могу, то почему я не могу этого сделать? Тед Вильсон заявил, что независимые группы должны вернуться к тёплым и надлежащим отношениям с братьями. Они должны отказаться принимать десятины. И они должны убеждать тех, кто приносит им десятины, возвращать их к конференции. Друзья, я отнёсся к этому очень серьёзно. Я сказал, хорошо, могу ли я это сделать, могу ли я пойти в свою поместную церковь, могу ли я сидеть там и слушать, могу ли я сказать тем, кто отправляет средства мне, кто отдаёт деньги и десятины мне, могу ли я сказать, нет, нельзя этого больше делать, вам нужно отдавать их конференции. И друзья, я бы хотел рассмотреть десять причин вместе с вами этим утром, почему то что сказал Тед Вильсон абсолютно невозможно. Абсолютно невозможно, что бы согласие могло быть достигнуто между самостоятельными служениями и церквями и деноминацией, пока не будет подлинного покаяния со стороны деноминации. Говорят, нет, ну какие есть десять причин? Это именно то, что мы рассмотрим сегодня утром. Почему то что сказал Тед Вильсон, почему это абсолютно невозможно, что это произойдёт? Как вы помните, в Евангелии от Иоанна 17-й главе Иисус говорит, что основание, на котором единство, истинное единство достигается, это когда люди желают покориться истине Божией, как написано в Его слове, и затем они позволяют этой истине очищать их. Верно? Итак, большой проблемой, друзья, глубокое разделение происходит на почве истины. Итак, природа Христа, природа Христа. Сейчас я зашту вам цитату из книги «Желание веков» страницы 48 и 49, но это в точности то, что говорится в послании к евреям, 2-я глава, стихи с 15-го по 17-й. И там говорится следующее. Для Сына Божьего было бы бесконечным унижением принять человеческую природу, даже тогда, когда Адам еще не согрешил в Едеме. Итак, если бы Христос сошел на землю и принял на Себя совершенную природу, которой обладал Адам в Едемском саду, друзья, это было бы бесконечным унижением. Иисус был Сыном Божьим, Он был Творцом миров. Стать человеком, это как если бы один из вас, к примеру, знаете, я пытался представить себе это в своей голове, и это как если бы я стал муравьем. Но то, что Иисус совершил, это намного, намного больше этого. А ведь Иисус принял человеческое естество, когда оно было отягощено четырьмя тысячелетиями греха. То есть Христос не принял совершенную природу Адама из Едема. Он не сделал этого. Как и каждый сын Адама, Он попал под действие закона наследственности. Как проявляется этот закон, видно из истории его земных предков. И с такой наследственностью Он пришел разделить наши горести, наши искушения, и подать нам пример безгрешной жизни. Вы знаете, сегодня слишком часто, все на чем мы хотим фокусировать внимание, это то, что Иисус – наша заместительная жертва. И, конечно, это так. Он, несомненно, умер вместо нас. Но Он также наш пример. В Послании к Римлянам в 8-й главе говорится, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, никто не смог соблюсти Божий закон, никто не исполнил его в совершенстве. Но в Послании к Римлянам в 8-й главе говорится, что Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Почему Иисус это сделал? Почему Он пришел в нашей плоти? Римлянам 8-я глава стих 4-й говорит, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Итак, Иисус сошел с небесного трона, принял на Себя нашу природу, прожил совершенную жизнь веры, был послушным закону Своего Отца и теперь Он предлагает такую жизнь нам в нашей плоти, чтобы мы могли жить по закону Божьему в грешной человеческой плоти. В Послании к евреям 2-я глава говорится абсолютно то же самое. Там говорится «Ибо не ангелов восприимлет Он…» Понимаете, Иисус не принял непорочную природу ангелов. Тут написано «Но восприимлет семя Авраамова». Какой природой семя Авраамова обладало, друзья? Грешной природой. Мэрилин, верно, грешной природой. Затем Послание к евреям 2-я глава продолжает и здесь говорится «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. Итак, друзья, Иисус принял на Себя нашу природу, прожил совершенную жизнь веры, силою Своего Отца, чтобы наделить силой нас, чтобы повиноваться Божьему закону тоже. Но деноминации адвентистов седьмого дня на протяжении последних шестидесяти-семидесяти лет, уже в 1950-х годах, в своей монументальной книге под названием «Вопросы по доктрине» на странице 383 этой книге главный автор Лерой Фрум сказал в этой книге, «Рожденный во плоти, тем не менее, он был Богом». И вот в чем подвох. Он говорит «И был свободен от наследственных страстей и осквернение, которые развращают естественных потомков Адама» Это ложь. Друзья, чтобы быть свободным означает быть отделенным от чего-то, быть отъединенным. Как у служителя, у меня есть документ, который показывает, что я освобожден от налогов. Поэтому если я иду в магазин, я хочу купить что-нибудь, я даю кассиру такую маленькую карточку, и они пробивают ее на своем кассовом аппарате, и там высвечивается по сути, он не обязан платить налоги, потому что я представляю служение. И так, я освобожден от… все остальные должны выплачивать свои 6, 7 или 8 процентов, но я не обязан, я отделен от этого. И, друзья, деноминация адвентистов седьмого дня в 1950-х годах заявила, что Христос был освобожден, Он был отделен от вас и меня. Он больше не был нашим примером. Друзья, церковь адвентистов седьмого дня так и не исправила это, и этому учат последние много-много лет в адвентизме седьмого дня. Фактически, сегодня внутри адвентизма седьмого дня существует ужасное замешательство по поводу природы, которую Иисус принял, когда пришел в этот мир. Это ужасная неразбериха. И снова послание к римлянам 8 глава и стих 3 и 4. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Прославьте Бога этим утром за то, что Иисус является совершенным примером для нас, и, покорившись власти, Его власти, Его закон, закон 10 заповедей, может исполниться в нас, живущих не по плоти, но по духу.» И, друзья, это означает, что обетование, которое мы читаем в книге Откровения, 14-й главе, стих 12-й, где говорится «здесь терпение святых, вот те, которые, что делают? Они соблюдают заповеди Божьи и веру в Иисуса.» И, друзья, вот зачем Христос пришел. Да, Он пришел, чтобы умереть. Да, Он пришел, чтобы сделать для нас доступным прощение. Но, друг, это всего лишь часть этой картины. Он пришел, чтобы дать нам власть. Как в Евангелии от Иоанна, в 1-й главе стихе 12-м говорится, «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, даже тем, кто верит в Его имя.» И, конечно, Павел писал в послании к Римлянам, в 1-й главе стихе 16-м, где говорится «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть что? Сила Божья.» И то греческое слово, которое Павел использует там в послании к Римлянам, в 1-й главе стихе 16-м, это слово «дунамис», от которого происходит наше слово «динамит». Итак, Павел сказал, что «благовествование, благая весть, есть Божий динамит ко спасению всякому верующему во-первых Иудею, потом и Эллину.» Как насчет искупления? Как насчет искупления? Знаете, адвентисты седьмого дня всегда верили, что искупление продолжается и сегодня во Святом Святых Небесного Святилища. И друзья, при правильном понимании Писание искупление не означает то, что говорит нам словарь Вебстера. Вебстер говорит, что искупление – это жертвенная смерть Иисуса Христа на кресте. Итак, это то, что говорит словарь Вебстера, но, друзья, выражаясь библейским языком, искупление означает гораздо больше, чем просто жертва. Искупление означает что угодно, что решает проблему греха. Вот что означает искупление. Позвольте привести вам всего один пример. В книге чисел, глава двадцать пятая, хотя есть множество примеров, книга чисел, глава двадцать пятая, в ужасной истории, ужасной истории о сынах Израилевых при реке Иордан, когда Валаам хотел проклясть Божий народ и не смог этого сделать, он затем послал женщин моадянитянок, чтобы соблазнять и привлекать Божий народ к поклонению идолам моавицким. И среди всего этого началось поражение, много людей погибло около двадцати пяти тысяч человек. Финеес, внук Аарона, первосвященника, Финеес увидел, как некто из сынов Израилевых прошел через лагерь, и с ним была женщина, моадянитянка, и он направился прямо к своему шатру, и Финеес взял копье и последовал за ними в шатер, и он пригвоздил их к земле. Теперь друзья, послушайте, что Библия говорит о поступке Финееса. Стих тринадцатый, Библия говорит, «И будет он ему и потомству его по нем заветам священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем, и заступил» на английском это переводится «совершил искупление» сынов Израилевых. Разве Финеес принес жертву? Нет, не принес, но что Финеес сделал? Он остановил проблему греха в лагере. И так как он остановил проблему греха в стане или в лагере, Господь сказал, «Он заступил», то есть совершил искупление. Знаете, у меня нет сейчас времени, но вы можете также открыть книгу Левит 4 главы и увидеть Евангелие в картинках образно говоря в Левит 4 главе, потому что посредством процесса из пяти шагов человек обретал прощение. Там говорится, что если было узнано, что они нарушили закон Божий, они должны были принести жертвенное животное, исповедовать свой грех над этой жертвой, а затем забрать у этого невиновного животного его жизнь. А затем священник должен был взять его кровь и совершить с ней обряд во святилище. И когда священник совершал обряд с кровью, Библия говорит «совершалось искупление» Друзья, в наглядном Евангелии из книги Левит 4 главы, искупление было еще не завершено, на момент когда жертва была принесена. Это очень важно в Писании. Искупление – это решение проблемы греха. Я не думаю что кто-нибудь из нас может сказать что уже не существует проблемы греха в этом мире. И так как она еще существует, все еще остается нужда чтобы искупление продолжалось. Великая борьба стр. 428-429 там говорится «Когда Христос вошел во Святое святых, чтобы выполнить последнюю часть своего искупительного служения, чтобы наконец-то искоренить грех во вселенной. Он прекратил служение в первом отделении, но когда служение окончилось в первом отделении, оно началось во втором. Когда первосвященник в прообразном служении выходил из первого отделения святилища в день искупления, он являлся пред Богом, чтобы представить ему кровь жертвы за грех за весь Израиль, искренне раскаившийся в своих грехах. Так и Христос закончил только часть своего посреднического служения и приступил к другой части, все так же умоляя Отца вменить кающимся грешникам заслуги его пролитой крови. Этот вопрос в 1844 году был непонятен адвентистам. И так, друзья, служение Христа в качестве нашего первосвященника, как послание к евреям показывает на протяжении всей этой книги, служение Христа как нашего первосвященника, настолько же важно для плана спасения, как была его смерть на кресте. Настолько же важно, друзья, и Левит 4-я глава показывает это очень, очень отчетливо. Искупление все еще продолжается сегодня. Но к сожалению, опять-таки в этой книге 1950-х годов, вопросы по доктрине адвентисты седьмого дня сегодня стыдятся учения о том, что Христос совершает нечто сегодня во Святом Святых Небесного Святилища. Я говорил проповедь, много лет назад, она называлась «Самый хранимый секрет адвентизма». Больше не слышно вести о Святилище, больше не слышно о Христе во Святом Святых, потому что мы стесняемся всего этого. Но, друзья, это самое прекрасное и самое драгоценное учение в Писании. Самое прекрасное! Многие адвентисты седьмого дня сегодня верят, что искупление Христа было завершено на кресте. Это то, чему Дезмунд Фоорд учил, и все, кто последовал за ним, верят в то же самое. Если мы скажем, что искупление продолжается сегодня, это как-то умаляет то, что Иисус совершил? Совсем нет! Жертва Христова на кресте была полной. Это была совершенная жертва, принесенная совершенным человеком. Но, друзья, согласно Писанию, искупление продолжается до тех пор, пока есть грех, а сегодня все еще существует грех. Следовательно, все еще остается нужда в искуплении. Что, Эван? Не может быть, что грех будет продолжаться, когда искупление завершено для Божьего народа. Хорошо, я понял тебя. Хорошая мысль, хорошая мысль. По этим вечным вопросам библейской истины, могут ли люди с противоположными взглядами находиться в гармонии друг с другом? Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Друзья, в адвентизме седьмого дня, с 1950-х годов, есть два отчетливых голоса. Один голос говорит «Все произошло на кресте, ничего не происходит на небесах сегодня» или люди просто не говорят об этом. И затем, есть те среди адвентистов седьмого дня, которые говорят «О нет!» Искупление действительно совершается сегодня, и оно совершается во Святом Святых Небесного Святилища. Итак, друзья, между этими двумя, как может быть единство? Его не может быть! Не может быть! Победа над грехом! Мы рассмотрим это подробнее во время церковного богослужения. Библия говорит ясно. Откровение 3 глава, стих 5. По сути, ко всем семи церквам в откровении от Ефеса и до Лаодикии, вести к Побеждающему. Там написано «Побеждающий облечется в белые одежды, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед Отцом Моим и пред ангелами его». Друзья, это итог и суть всего, чему Библия учит. Что Христос пришел в нашей плоти, чтобы Он смог дать нам возможность победить. Но в адвентизме седьмого дня сегодня мы больше не слышим эту весть. Мы слышим о спасении во грехах. Просто верьте, что Иисус сделал все, просто примите то, что Он совершил две тысячи лет назад, и можете продолжать делать что угодно из того, что ваша плотская природа говорит вам делать. И еще мы слышим много, много проповедей о любви. Но, друзья, я полностью за любовь. Но не за ту любовь, которая говорит мне, что я могу быть спасен во грехах, потому что это не любовь. Настоящая любовь говорит, у Бога есть стандарты. Настоящая любовь говорит, у Бога есть границы. Настоящая любовь говорит, Бог справедлив. Вот что настоящая любовь говорит. Любовь сегодня, друзья, низведена до уровня слащавого сентиментализма, не делающего почти никакого различия между добром и злом. Справедливость Господа, предостережение относительно греха, требование соблюдать Его Святой закон, все это скрывается от людей. Все сводится к маленьким, смешным, глупым историям. Знаете, несколько недель назад я был в районе Южной Калифорнии. И я сидел с несколькими ребятами за завтраком, и мы болтали, и я сказал, расскажите мне о своем новом служителе. И эти люди вроде так захихикали и сказали, о, он такой прекрасный человек. Э, знаете, он выходит туда за кафедру, и он улыбается очень широко, и рассказывает нам короткие истории, и мы просто обожаем это. Друзья, нам предстоит встреча с Богом. Нам предстоит встреча с Богом. И нам нужно быть как псалмопевец сказал, испытай меня Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Друзья, мы видим, что происходит в мире. Мы видим вещи, которые происходят, мы видим возможности войн, мы видим народ с чем? С долгом в 20 триллионов долларов, но это не может продолжаться вечно. Этому народу предстоит столкнуться с ужасающими проблемами. И, друзья, Бог не будет продолжать проявлять милость. Он благословил этот народ невероятным образом. Но это не будет продолжаться постоянно. Нам предстоит встреча с Богом. Иисус грядет, и огромные проблемы предстоят перед нами, перед всяким, кто исповедует имя Христа. Нам стоит делать наше звание и избрание твердым. Цитата. «Народ учат относиться к десятисловию, как к мертвой букве. Даже среди адвентистов седьмого дня 10 заповедей. Невозможно их соблюдать. Это невозможно. Невозможно соблюдать Божий закон. Забудьте об этом. Это ветхая буква. Приятные, чарующие сказки пленяют разум и побуждают людей отвергать Библию, как основание своей веры. Христос отрицается, как и прежде, но сатана так ослепил человека, что он совершенно не замечает обмана» Антихрист. Кто такой Антихрист сегодня? Я помню, как несколько лет назад в Голден Дейли там был один господин на вечерних встречах и мы там обсуждали наставание Библии кто такой Антихрист. И когда я начал говорить, у него появилась такая улыбка, озарившая все его лицо. И когда встреча окончилась, он подошел прямо ко мне сразу же и сказал «сынок» Он сказал «я был баптистом всю свою жизнь» И он сказал «проповедь, которую ты сказал этим вечером, я слышал, будучи баптистом, когда я был маленьким мальчиком» Я сказал «вы слышали ее, когда были маленьким» Но я добавил «сэр, вам наверное лет 70 сейчас» Он ответил «знаешь что? Я не слышал подобной проповеди в баптистской церкви последние 40 лет» Друзья, каждый протестант, каждая протестантская церковь, это была практически единственная доктрина с которой все протестантские реформаторы были согласны. У них не было согласия практически ни по какому другому вопросу. Но они все понимали, от Лютера до Уэсли, до Цвингли, Тиндейла, Нокса, Симмонса, все протестанты знали кто такой антихрист, но сегодня мы больше этого не знаем. Знаете, мы думаем «полагаю это ислам» Нет, это не ислам. Знаете, некоторые люди говорят как Текс Марс, скажет «о это наверное израильский народ» Нет, это не евреи, это не билдербергский клуб или коммунизм, не совет по международным отношениям. Библия так ясно открывает это, друзья. Откровение 13 глава с 1 по 7 текст. Зверь, конечно же, в библейском пророчестве символизирует власть, мировую державу. Как Даниила 7 глава разъясняет это в стихах 17 и 23. Написано, что он был с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. И Иисуса обвинили в богохульстве дважды. В Евангелии от Марка 2 глава его обвинили в этом. Марка 2 глава с 5 по 7 текст за то, что он простил парализованному человеку его грехи. Итак, если человек заявляет, что может отпускать людям их грехи, это богохульство. И еще Иисуса в Евангелии от Иоанна 10 глава с 30 по 33 стих обвинили также в богохульстве потому, что он претендовал на то, что является равным Богу. Он претендовал на прерогативы, которые были присущи одному лишь Богу. И так, эта мировая власть заявляет, что может отпускать грехи, претендуя на то, что является Богом на земле. Библия говорит предельно ясно, что дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. Теперь, друзья, кто такой дракон в библейском пророчестве? Это дьявол. Библия предельно ясно говорит, что дьявол дал этой власти, которая заявляет, что может отпускать грехи, и является Богом на земле, дьявол дал ей свою силу. Библия говорит, что это преследующая власть. Он совершает преследование и нападки на служение Христа, как нашего первосвященника. Друзья, несомненно, в книге Откровение 13 главе с 1 по 10 текст говорится о системе римского католицизма. Там не говорится об отдельных людях-католиках, там говорится о системе римского католицизма. Скажу вам еще кое-что. Есть, и просто слава Богу, есть католические священники, и есть люди-католики, милейшие люди-католики в Африке. Они умирают за истину, какое она есть в Иисусе Христе. Друзья, я постоянно получаю письма от моего знакомого из Замбии. Он рассказал мне историю одного католического священника. Он был учителем на протяжении тридцати лет в католическом университете в Замбии. Этот человек услышал истину по радио от какого-то человека Запада. И этот католический священник стал делиться этой истиной с некоторыми людьми в своем университете. К нему пришли три иезуитских священника из Лусаки. Они приехали в этот университет и они сказали, тебе нужно закрыть свой рот. Католический священник сказал, я услышал истину, я буду следовать за истиной и не важно что вы говорите, я буду следовать за Господом. Но те иезуитские священники вернулись назад в Лусаку и примерно три недели спустя четверо вернулись. И на следующий день тот человек был обнаружен мертвым в своей квартире. Друзья, он умер за свою веру, какой она была в Иисусе. Так что есть множество, множество драгоценных римских католиков, которым нужно услышать истину какая она есть в Писании. Но адвентисты седьмого дня сегодня мы не верим этому больше. Вильям Джонсон, редактор адвентист ревью, сколько лет назад? Уже более двадцати лет тому назад, вот указаны годы здесь. Он написал статью в адвентист ревью «Победа святых в последнее время». И вот что он говорил, он сказал, толкование, что зверь, выходящий из моря, зверь, который выходит из моря, вот здесь в Откровении 13 главе, он сказал, что толкование, это толкование, что зверь, выходящий из моря, в Откровении 13 глава, это есть папство, похоже, в некотором роде не соответствует духу времени. В век, когда христианство в целом сталкивается с натиском секуляризма, и когда среди христиан экуменизм набирает популярности, такое толкование имеет привкус узкого мышления и фанатизма. То есть, вы имеете ввиду, что если мы просто будем анализировать то, чем учит Библия, и понимать символы зверь, богохульство, дракон, и скажем, что это символизирует Рим, это значит, что мы фанатики. Значит, мы узкомыслящие и мы фанатики. Друзья, я нахожу интересным то, что один из людей, которые способствовали образованию адвентизма седьмого дня, женщина по имени Элен Уайт, более семидесяти раз высказывается по поводу того, кем является этот зверь. И знаете что? Семьдесят раз она сказала, что зверь это папство. Тогда, согласно Вильяму Джонсу, Элен Уайт, это узкомыслящая фанатичка. Понимаете, друзья? Я не могу поддержать это. Я не могу поддержать это. Я не могу поддерживать Евангелие, основанное на слащавом сентиментализме. Я не могу поддерживать это, друзья. Я не могу поддерживать идею, что искупление закончилось на кресте. Я не могу поддерживать это, друзья. Это то, что Тед Вильсон говорит мне сделать, и я не могу это сделать. Как насчет начертания зверя? Начертание зверя, Римская католическая церковь заявила, докажите мне, основываясь только на Библии, что я должен святить воскресный день. Нет такого закона в Библии. Этот закон исключительно святой католической церкви. Это было написано Томасом Энрайтом, президентом Ред Эмп Торис Колледж в Канзас-Сити, штат Миссури, еще сто тридцать лет тому назад. Он говорит следующее. Католическая церковь заявляет, нет, моей божественной властью я упраздняю заповедь о субботе и повелеваю вам святить первый день недели. И вот весь цивилизованный мир склоняется в благоговейном послушании заповеди святой католической церкви. Папство заявило, что воскресение это их знак религиозной власти в мире. Это не я сказал, это Рим сказал. И адвентисты седьмого дня с самого начала всегда учили, что шаббат или суббота это печать Божья, а воскресение это начертание зверя. Но разве мы все еще учим этому? Тед Вильсон 9 августа 2014 года, это почти уже 3 года назад, на встрече ASI в Грэнд Рапид, штат Мичиган. Можете поискать и послушать это на Ютуб. Это была дискуссия программы ASI 9 августа 2014 года. Вот что Тед Вильсон тогда сказал, печатью зверя является соблюдение любого дня, кроме как седьмого дня субботы. Разве это так? Разве это то, во что мы как адвентисты седьмого дня всегда верили, что печать зверя это соблюдение любого дня, помимо седьмого дня субботы? По словам Теда Вильсона, тогда, друзья, пятница может быть тоже печатью зверя. Среда может быть также печатью зверя. Но, друзья, если мы не поймем, что такое печать зверя, тогда кто же зверь? Мы запутаемся в этом тоже. Друзья, все эти истины, которые мы рассмотрели этим утром, они просто похожи на домино, и они все взаимосвязаны. И если ударить по одной из них, все остальные начинают падать. Он продолжил и сказал, это установление, которое четко выставляет на показ власть зверя, потому что суббота есть Божий знак власти, сказал Вильсон. Друзья, что говорит Библия по этому поводу? Труба должна производить какой звук? Определенный звук. Это не труба с определенным звучанием, потому что в нем есть неразбериха, смешение. Это путаница, смешение. И Тед Вильсон хочет, чтобы я поддерживал это? Тед Вильсон хочет, чтобы я написал свою новостную рассылку людям, которые ищут способы помочь мне распространять трехангельскую весть по всему земному шару. Он хочет, чтобы я сказал им, передавайте свои десятины в поместные церкви, чтобы поддерживать это смешение. Неразбериха. Этого не произойдет, друзья. Я умру. Я умру, прежде чем отдам хотя бы один цент в поддержку этого учения. Адвентисты седьмого дня долгое время распространяли эту книгу, не так ли? Великая борьба между Христом и сатаной. Приблизительно семисот страничный шедевр, шедевр. И вот несколько лет назад, президент Генеральной конференции сказал, мы будем распространять эту книгу по всей земле. И вот люди начали жертвовать, друзья, более шестнадцати миллионов долларов. Шестнадцать миллионов долларов. И они напечатали вот это. Вот здесь. Девяносто две страницы религиозного материала, лишенного всех великих вестей, которые есть в этой превосходной книге, какую из них поддерживаете вы, друзья? Будете ли вы поддерживать эту, или вы будете поддерживать вот эту книгу? Мы должны принимать решение. Мы должны принимать решение. Эта идея, что мы можем просто, ой я думаю я просто пойду послушаю такого-то или такого-то сегодня. И знаете, он такой приятный человек, нам надо принимать решение, друзья. Потому что Илья заявил, и я заявил сегодня утром, доколе мы будем придерживаться среднего между двумя решениями. Нам нельзя продолжать колебаться и вести двойную игру. Нельзя! Слишком поздно, друзья! Уже слишком поздно! Но вот что деноминация издает. А вот что Бог повелевает нам издавать. Итак, с чему же мы будем оказывать поддержку в деле Божьем? Какую из них мы будем поддерживать, друзья? А как насчет пророков? Эллен Уайд была так же вдохновлена, как и все древние пророки. Тот же самый Святой Дух, который вдохновлял библейских пророков, вдохновил и ее. Она есть Илья из Малахии 4-я глава, который должен был появиться перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. Она, друзья, превозносила те же истины, что и Илья. В 1-м книге царств, глава 18-я, Илья превозносил Божьи заповеди. Он осуждал поклонение Ваалу. А поклонение Ваалу, друзья, было просто превознесение идола Ваала и признание, что он имеет власть Творца. Вот кем был Ваал тогда. Так что Эллен Уайт указывала людям на закон Божий, на все десять из Божьих заповедей. Затем она потребовала, чтобы люди наконец принимали решение. Она говорила, больше никаких игр. Не говорите я горяч или холоден, будучи теплым. Она говорила, будь горяч или холоден, так же как Иисус делал. Ее работы полезны для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, не только для религиозного чтения. Когда мы проповедуем тем, кто не является адвентистами с 7-го дня, нам стоит использовать Библию для пояснения своей веры. Потому что никакое адвентистское учение не основано на Эллен Уайт. Друзья, все что мы верим, святилище, природа Христа, искупление, освящение, это не что-то, что придумала Эллен Уайт. Это все из Писания, эти вещи прекрасно видны в Слове Божьем. Дух пророчества всего лишь проливает свет на то, что уже находится в Библии. Работы Эллен Уайт, друзья, подобны телескопу. Вы смотрите на улицу ночью и увидите прекрасные созвездия на небе, и говорите «Вау, вот это красота!» Но потом, когда вы достаете свой телескоп, и вы нацеливаете, и видите эти звезды с увеличением, вы говорите «Поверить не могу! Это все было там, все это время, а я просто этого не видел!» Вот чем являются труды Эллен Уайт. Они подобны телескопу, который был дан, чтобы показать нам красоту Писания. К великому сожалению, среди анвентистов седьмого дня, так много из нас людей стыдятся трудов Эллен Уайт. Нам стыдно, и мы говорим «Ну, ее хорошо почитать как материал для вдохновения, не ради учения, не для понимания Писания». Друзья, стыдно нам и позор. Стыдно нам и позор. И знаете, когда мы смотрим на историю Корея, Дофана и Аверона, в книге чисел 16-я глава, Корей, Дофан и Аверон думали, что они знают лучше, чем пророк, не так ли? Там был Моисей, и он указывал людям на святилище, и жертву, которая там была. И Корей, Дофан и Аверон пришли и говорили «Ты нам больше не нужен, Моисей!» Мы Божий народ! У нас есть весь свет! Мы ученые!» А Моисей сказал «Знаете что?» Вы в проблеме. И он сказал людям, отойдите в сторону. И что же произошло с Кореем, Дофаном и Авероном, когда они отвергли власть Божьего пророка, который был среди них? Что с ними случилось? Они провалились под землю, земля разверзлась и вниз они полетели к Корей, Дофан и Аверон. И все те интеллектуалы, которые отказались подчиниться красоте истины, которая была сказана через пророка и во святилище. Это предостережение, друзья, для нас сегодня. Великое предостережение. А как насчет библейских переводов и духовного формирования? Несколько суббот назад я остался дома, просто нужно было сделать какой-то перерыв. И вот моя жена сказала «Давай включим телеканал 3IBN». Я сказал «Это звучит здорово!» Друзья, я просидел там одно служение за другим на канале 3IBN в субботу, и там была новая международная версия Библии, там использовался новый перевод Короля Иакова. Там была Библия Благой Вести. А потом один человек из Пионерского мемориала в Университете Эндрюса, он появился с Библией, в которой говорились, знаете, такие английские слова как «Эй, йоу!» И я о себе подумал «Вы что шутите?» Вот до чего мы дошли, что мы можем вставать за кафедру и используем простонародные выражения, которые можно услышать в каких-то трущобах или в каком-то гетто. И мы сидим и слушаем это. И мы поддерживаем это. Вы что шутите? Друзья, у нас есть последний бастион. Это протестантская Библия, это версия Короля Иакова. Это единственная версия, которая прошла через чистейший поток библейского перевода. Версия Короля Иакова. Всякая другая версия с искаженным переводом. Вы скажете «О, но новый перевод Короля Иакова, мой любимый пастор использует Библию в новом переводе Короля Иакова, и он хороший!» Нет, он не хороший, друзья, в нем есть… Вы видели эмблему на Библии в новом переводе Короля Иакова? Там три круга, взаимосвязанные друг с другом. Знаете что это? Это водолей, тайный символ заговора. И откуда появился тайный символ водолея, друзья? Нью Эйдж и дьявол, вот откуда он появился. Но мы просто садимся поудобней. О, знаете, он такой чудесный человек, и, ну, это Библия в новом переводе Короля Иакова, она тоже хороша, потому что такой-то и такой-то сказал, что она хорошая, и он использует именно ее. Так что она должна быть хорошая. Когда же мы, наконец, уже проснемся? Когда мы скажем «Он использует искаженную Библию!» Я не буду слушать этот мусор! Когда мы это сделаем, друзья? Сделаем ли мы это, когда мы начнем? Когда в итоге будем падать в пропасть со всеми теми, кто отверг власть Божью? Проснемся ли мы тогда, когда будет уже слишком поздно? Мы так поступим? Мне было просто противно, мне было противно слушать три Айбен, когда они использовали какой угодно перевод, кроме версии Короля Иакова. Когда один из нас, когда мы будем слушать кого-то, кто использует искаженную Библию, когда мы поднимемся или напишем письмо, говоря «Знаешь что, я не хочу больше слышать, тот отвратительный перевод, и знаешь что, я не перешлю вам ни одного цента до тех пор, пока вы будете продолжать использовать этот бредовый перевод. Когда мы сделаем это, друзья? Духовное формирование, привнесенное шестнадцать лет назад в церковь адвентистов седьмого дня. Духовное формирование, друзья, берет начало от духовных упражнений Игнатия де Лайола. Вот откуда это все пришло! Вот откуда духовное формирование появилось. И руководство церкви адвентистов седьмого дня, адвентистская всемирная церковь создали международный духовный совет теологического образования в сентябре 2001 года. И вот все адвентистские пасторы, евангелисты, теологи, учителя и капелланы и другие деноминационные сотрудники будут обучаться, вот оно, религиозному формированию или духовному формированию. Голосование по этому вопросу проходило шестнадцать лет тому назад, друзья. И поэтому ваш пастор, ваш евангелист, теолог, учитель, капеллан их обучали духовному формированию. А вы знаете что говорил Малахия Мартин? Малахия Мартин был знаменитым католическим ученым. Он написал множество книг, одна из которых называется ключи этой крови. Потрясающая книга, удивительный человек, просто удивительный человек. Малахия Мартин был именно таким человеком, он писал о духовном формировании. И всякий кто обучается духовному формированию, говорил он, когда заканчивает обучение, будет послушным рабом, угадайте кого? Папы. Все верно. Они будут делать все, что им скажут. Теперь друзья, если книга Откровение 13 глава описывает папство, а Откровение 17 глава Вавилон, мать блудниц, если это описывает папство, так как учили все реформаторы, апостора в адвентистме седьмого дня и евангелисты и учителя обучаются духовному формированию, они становятся рабами антихриста. Если мы сидим и слушаем их. К чему это все приведет нас друзья? Друзья, к тому же, верно? Друзья, если когда-то и было время, когда нам надо было принять всерьез нашу весть о здоровье, так это время сейчас. Это идея о том, что бы сидеть до полуночи или дремать, когда захочется и не иметь ясный ум. Друзья, нет. Если у вас не будет ясного ума, забудьте, вы просто не услышите. Друзья, нам нужно высыпаться, нам нужно питаться правильно, нам нужно делать упражнения, нам нужно пить много воды. Вы скажете, что это является условием для спасения? Ну друзья, если мы не здоровы и наш разум не ясен, как же нам различить духи и голоса которые кричат со всех сторон? Как мы это будем делать? Мы не сделаем этого. Тогда мы погибнем. Грустно, очень грустно. Три волнистые линии адвентисты седьмого дня изменили наш логотип в 1980-х годах. Раньше это было три ангела, летящие посредине неба. Но после документа о Би и М крещении, Евхаристии служения, подписанного в январе 1982 года в городе Лиме, они объединили все церкви вокруг этого символа. И адвентисты седьмого дня изменили свой символ на нынешний, это три, как мы называем их, три волнистых духа. Так их называют. И все это пошло вот отсюда друзья, прямо отсюда. Документ Би и М крещение Евхаристия служения 1982 год, когда адвентисты седьмого дня объединились со всеми церквами в мире по трем вопросам. Крещение, они говорили теперь не важно как вы креститесь. Можно креститься когда вы еще младенец, можно креститься краплением, можно креститься полным погружением, нет никакой разницы. И все основные деноминации подписали этот документ друзья. Евхаристия, не важно что вы думаете по поводу причастия. Если считаете что Иисус находится в этих символах, все окей. Не важно. Но если вы думаете что это символический обряд, это тоже не имеет значения, можете верить во что вы хотите. Что касается служения, больше нет обращения в свою веру других людей и других церквей. И адвентисты седьмого дня подписали этот документ друзья. Знаете что? Пока этот символ является символом адвентизма седьмого дня, я не могу дать ни одного цента на это. Я не могу дать ни одного цента в поддержку экуменического адвентизма, который объединяется со всеми другими церквами, потому что нам не была дана весть объединяться с другими церквами, друзья. Нам была дана весть, которую надо донести всякому племени и колену, и языку, и народу. Из книги Откровения, 14-я глава. А Тед Вильсон хочет, чтобы я поддерживал это никогда. Никогда в жизни. Никогда. Наконец, в заключении этой утренней встречи, Великая борьба, страница 45. Но так как между князем света и князем тьмы нет ничего общего, то не может быть единства и между их последователями. Когда христиане согласились объединиться с полуобращенными язычниками, они пошли путем, который уводил их все дальше и дальше от истины. Сатана торжествовал, видя что ему удалось ввести в заблуждение стольких последователей Христа. «Постепенно он приобрел над ними еще большую власть и побудил их преследовать тех, кто по-прежнему оставался верен Богу». Тут говорится о компромиссах в 3, 4 и 5 веках. Как нужно бороться против истинной христианской веры лучше всех знали те, кто некогда были ее защитниками. И эти отпавшие христиане, соединившись с полуобращенными язычниками, повели войну против самых главных положений – учения Иисуса Христа. Это вызвало отчаянное сопротивление со стороны тех, кто стремился сохранить верность Богу и не поддавался проникнувшим в церковь обману и мерзостям, облеченным в священные деяния. Это похоже на наши дни, не правда ли? Нам необходимо принять решение, друзья. Это отчаянное сопротивление, чтобы сохранить верность и не поддаваться тому мусору, который проникает в нашу среду сегодня. «Учение религиозной свободы, назвали ересью, его сторонников ненавидели и изгоняли отовсюду. После долгой и упорной борьбы небольшое число верных христиан решили порвать всякую связь со ступнической церковью, так как она не желала чистить себя от идолопоклонства и заблуждения. Они видели, что отделение необходимо, если только они желают оставаться верными и послушными Слову Божьему. Они не могли больше мириться с тем, что эти пагубные ереси подвергают опасности их души и грозят уничтожить истинную веру их детей и грядущих поколений. Для сохранения мира и единства они были готовы пойти на любые уступки, не противоречащие их главным принципам в служении Богу, ибо сознавали, что мир был бы приобретен слишком дорогой ценой, если бы ради этого пришлось пожертвовать принципами истины. Если и единство можно сохранить только ценой отказа от истины и справедливости, тогда пусть лучше будет разделение и даже борьба. Думаю для нас настало время борьбы, не так ли? Смотрите если мы не встанем на защиту одной истины, мы упадем из-за этого во всем. Пора встать на защиту! Давайте помолимся! Дорогой Небесный Отец! Ты был так благ каждому из нас! Ты проявляешь милость и сострадание! Пожалуйста, прости нас! Прости нас за то, что мы идем на компромиссы! Прости, что мы оправдываем безрассудство и глупость прямо среди нас! Прости, что мы отказываемся встать на защиту того, что есть истина и верно! Отец, я молю, чтобы Ты зажег факел, Ты зажег пламя в уме и сердце каждого из нас, дабы нам покаяться в своих грехах, признать свою глупость и затем молиться о силе Духа Святого, чтобы стать Твоим народом, чтобы стоять на Твоей стороне в этом отвратительном мятежном мире и среди мятежной церкви. Отец, я молю, чтобы Святой Дух наделил нас силой и мы избрали Его, чтобы действовать и иметь дерзновение, дабы имени Твоему воздать честь и славу. Во имя Иисуса, Аминь.